Вы смотрите новости Запада Башкирии. В первом квартале 2020 года запланировано поставка еще 62 автобусов. Из них 17 среднего класса для маршрутов, соединяющих малые населенные пункты и города внутри и между районов. И 45 больших автобусов для Уфы и ее агломерации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В районном доме культуры Давликанова открылась фотовыставка. Ее автор – заслуженный работник культуры Республики, член Союза фотохудожников России и Географического общества Фаиль Апсатаров. В первом разделе собраны редкие фотографии, где запечатлен ученый-физик с мировым именем Игорь Васильевич Курчатов, отец атомной бомбы. Второй посвящен Международной аэрокосмической школе имени космонавта-испытателя Урала Султанова. Ее идейный организатор – довлекановец Вячеслав Оброщенко, председатель регионального отделения Русского географического общества. Уникальные фотографии запечатлели и процесс обучения участников школы, а также природу края, сделанная в деревне Калиновка. Выставка работает в течение месяца в фойе Дома культуры. В школах Бешбуляка образцовый театр Кулиска Дворца культуры провел акцию терроризму «Скажем нет». В актовых залах организовали линейку для учащихся. Ребята показали литературно-музыкальную композицию «Мы помним тебя, Беслан». Чтецы призвали всех помнить о той страшной трагедии и приложить все усилия, чтобы она не повторилась. В финале появился «Ангел с горящей свечой». Память о погибших в Беслане и всех жертв терроризма почтили минуты и молчания. Руководитель театра Галина Владимировна призвала детей к толерантному отношению друг к другу и к окружающим людям. В Туймазах обсудили развитие спортивной борьбы в районах. Участие в нем приняли спортсмены, представители федерации и тренера. Глава администрации наградила ребят и их наставников из спортивной школы номер два. Благодарственные письма получили Ренат Еникеев и Талгат Шерифулин. Победители Кубка мира по борьбе на поясах Айнур Сыртаев и Разиль Шабиев. Кроме того, в Москву направили заявку на проведение в Туймазах Кубка России по борьбе на поясах. Если ее утвердят, то в Туймазы приедут лучшие спортсмены страны, проведут совместные тренировки и покажут мастер-классы для юных борцов. 23 сентября команда «Алые паруса» из первой школы Кондров поедет на международный слет друзей заповедных островов под руководством методиста Ирины Сабировой. Мероприятие состоится в Петрозаводске. Ребята из клуба «Алые паруса» реализуют проекты для озера Кондрыкуль и вносят серьезный вклад в сохранение и развитие особо охраняемой природной территории республики. Молодежный центр «Буздяка» организовал в районной библиотеке беседу о борьбе с терроризмом. Состоялся показ фильмов для учащихся восьмых классов. Детям рассказали об опасности террористических преступлений. Это позволит воспитать у школьников чувство ответственности и патриотизма к родине. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова